Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение, ложился спать, он соединял ладони, дул в них и читал суры «Алихляс», «Альфаляк» и «Аннас». Затем протирал руками все участки тела, до которых можно было дотянуться. Сначала он протирал голову, лицо и правую сторону тела. Так он делал три раза. Передали хадис Бухари, Ахмад от Термези. В хадисе также сообщается, что человек, произнесший и сделавший все упомянутое, будет защищен от зла до самого утра. Следование сунни пророка, мир ему и благословение Аллаха является залогом обретения благодати не только в этом мире, оно принесет счастье в мире вечном. Поэтому верующие так стремятся во всех своих поступках следовать посланнику Божьему, да благословит его Аллах. И не только в богослужении, но и в мирских делах, в том числе и в подготовке ко сну. Сон занимает до трети нашей жизни, и подготовка к нему имеет большое значение. Помимо перечисленных сур, нам также хорошо читать следующие дуа. Первое. С именем твоим, о Аллах, я оживаю и умираю. Передал хадис имам Аль-Бухари. Второе. О Аллах, я предался тебе и вручил тебе дело свое, то есть предоставил тебе решать все. И на тебя положился и стремление к тебе, и страха перед тобой. Нет убежища и нет спасения от тебя, кроме обращения к тебе. О Аллах, уверовал я в твое писание, которое ты не спасал, и в твоего пророка, которого ты послал. От Барра бин Азиба, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Всевышний, перед тем, как лечь спать, рекомендовал совершить омовение, лечь на правый бок и прочесть это дуа. Передали хадис, Бухари и Муслим. Третье. С именем твоим, Господь мой, я улегся на бок, и с именем твоим я поднимусь. Если ты заберешь душу мою, то помилуй ее, а если отпустишь, то защити ее посредством того, чем защищаешь ты своих праведных рабов. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему и благословение Всевышнего, рекомендовал перед тем, как лечь в постель, отряхнуть ее и прочитать это дуа. Хадис передали Бухари и Муслим. Четвертое. Субхан Аллах, 33 раза. Аль-Хамдул-Ля-Лях, 33 раза. Аллаху-Акбар, 34 раза. Передается от Али, ибо на Буталиба, да будет доволен им Аллах, что однажды Фатима, да будет доволен ей Аллах, пришла к пророку, да благословит его Всевышний, попросив служанку. Тогда посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Не научить ли тебя тому, что будет для тебя лучше, нежели слуга?» И пророк, мир ему и благословение, продолжил, «Ты прочти перед сном 33 раза, Субхан Аллах, причисто Аллах, 33 раза, Аль-Хамдул-Ля-Лях, хвала Аллаху, и 34 раза, Аллаху-Акбар, Аллах Велик». Передали хадис Бухари и Муслим. Пятое. «О Аллах, защити меня от наказания Твоего в тот день, когда Ты воскресишь своих рабов». От Хавсы да будет доволен ею Аллах, передается, что когда пророк, мир ему и благословение Всевышнего, ложился в постель, он клал правую руку под щеку и читал это дуа, передал Абу Дауд. Шестое. «Слава Аллаху, Который накормил, напоил, удовлетворил все наши нужды, Который дал нам жилище. Сколько же на свете есть людей, у которых нет помощников и приюта», — привел имам Муслим. Седьмое. «О Аллах, Ты создал душу мою. Ты ее упокоишь, и Тебе принадлежат смерть и жизнь ее. Если Ты вернешь ей жизнь, то защити ее. А если умертвишь, то прости ее. О Аллах, поистине я прошу Тебя о прощении». Сообщается, что Ибан Умар, да будет доволен им Аллах, велел одному человеку, чтобы тот после того, как ляжет в постель, читал это дуа. Его спросили. «Это Ты слышал от Умара?» На что Ибан Умар, да будет доволен им Аллах, ответил. «Я слышал эти слова от того, кто является лучше, чем Умар. Я слышал эти слова от пророка, да благословит его Всевышний». Привел хадис Муслим. Восьмое. «О Аллах, я прибегаю к Тебе Твоей милостью, совершенными словами от зла всего, что Тебе подвластно. О Аллах, Ты избавляешь от долгов и от прегрешений. О Аллах, Твое воинство непобедимо. Твое обещание не нарушается, и бесполезным перед Тобой окажется могущество обладающего могуществом. Пречист Ты и хвала Тебе», — передал Абу Дауд. Девятое. «Я лег с именем Аллаха. О Аллах, прости мой грех, и удали от меня моего шайтана, и освободи меня от бремени моего залога, и присоедини меня к высшему обществу», — передал Абу Дауд. За выполнением сунны Пророка, да благословит Его Всевышний, кроется огромное благо и баракат. И зная это, мы ни за что не должны отказываться от их следования. Пусть же Всевышний поможет нам в этом. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.